Да. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Ксения Ашамова. Каждую неделю вместе с гостями в нашей студии мы делимся своими впечатлениями после прочтения современных книг в программе «Да». Книга, которую мы представляем, находится в специальной серии, которая звучит так – «Люди редких профессий. Невыдуманные истории о своей работе». Сегодня в студии Елена Данилович, врач-онколог высшей квалификационной категории, хирург, главный врач медицинского центра «Добрый». Елена, добрый день. Добрый день. И сегодня у нас книга тоже человека-практика. Автора зовут Кэтрин Менникс «Как мы умираем? Ответ на загадку смерти, который должен знать каждый живущий. Рекомендованный возраст 16+. Мы до эфира в центре общались уже, и в этот раз мы уже будем общаться сейчас на широкую аудиторию. И, конечно же, тот самый вопрос – какое было впечатление вообще о книге? Потому что кроме названия и фотографий, которую я скидывала, вы ничего не знали. Ну, книга написана так, что описывается много-много историй тяжело больных пациентов, которые умирают. У каждого своя история, своя трагедия, трагедия семьи. И я хочу сказать, что книга очень правдивая. Вот. Потому что, читая её, я практически каждую историю могу перенести на историю и своей жизни, когда я встречалась с той или иной ситуацией. Вот тут, наверное, сразу же ремарочку сделаю, что стаж у Лены 19 лет, и опыт работы в экстренной гинекологии, я так понимаю, вот этот и есть 19-летний, да? Экстренная гинекология – это не такой большой промежуток. Два года я там работала. В основном я работала в онкологии. Именно там я видела все эти истории вот так, как они описываются. Ощущения от книги, впечатления, если честно сказать, неоднозначные. Потому что как врачу мне читать было несложно. Вот интересно услышать мнение человека, который не сталкивался с медициной, не врач. Вот как у него ощущения от этой книги, потому что очень подробно описываются состояния, и где-то даже это может вызвать страх. Хотя к концу книги, когда ты много-много этих историй прочитываешь, я думаю, что это и есть идея автора, становится уже привычным и нормальным это состояние, что каждый человек приходит к тому, что он всё равно умирает, и что это не страшно. И уходит вот этот страх, ощущение смерти. Наверное, вот автор такую идею его нашел, описывая такую книгу. Да, мне понравился вот как раз вот микс книги, что помимо того, что там идут на протяжении всей книги истории, как действительно сложные тяжелобольных, есть истории, которые связаны с детьми и любимыми питомцами. И поэтому для меня, например, главная мысль в том, что надо об этом говорить. Ну, говорить не просто про смерть, а говорить в тот момент, что я тебя люблю, человеку, что я тебе благодарен и так далее. То есть не потом, когда уже некому сказать. А именно книга вот подводит нас к тому, что надо всё вовремя делать. Да, согласна. А вообще, насколько вот эта вот табуированная тема, когда опыт так как большой, есть родственники, например, да, с которыми нужно эту тему обсуждать, и больные. Насколько до сих пор это табуированная тема, и люди не готовы на неё рассуждать, верить и так далее. Я скажу на примере онкологического пациента. Сначала, когда объявляешь диагноз человека, у него наступает фаза резкого отрицания. Он не понимает, почему именно он заболел, почему все здоровы, и этот же врач, он здоров, и как он может меня понять, а я болею. Когда начинается процесс лечения, у людей происходит трансформация полная. Они переоценивают всю жизнь, они становятся более оптимистичны, и часто бывает, что именно они поддерживают своих родственников, а не родственники их, потому что они стали сильнее благодаря этой болезни. В тяжёлых ситуациях, когда мы не можем помочь, здесь приходится разговаривать и с родственниками, и с пациентами. Ну, в принципе, вот то, что описано в книге, оно происходит на самом деле. Вообще сам пациент, который, можно ли так сказать, что человек, который принял вот эту безысходность, у него на самом деле два пути получается. Либо он принимает и берёт, так скажем, от жизни по максимуму, может быть, такие истории были, и вы готовы рассказать, да? Или замыкается, и, допустим, этот исход быстрее происходит. Я считаю, что чаще не замыкается. Наоборот, открывается второе дыхание. Им хочется больше успеть, больше сделать. И вот эта линия, то, что уменьшить страдания близких людей, вот это практически у всех прослеживается. Ну и последние вот годы прожить очень активно. У нас тоже в Кирове ведь есть хоспис, он работает только с онкологическими пациентами. Если в книге описывается, что они на как бы более широко работают и принимают многих пациентов, у нас только онкология. Вот, и там атмосфера отнюдь не угнетающая. И персонал, вот, и персонал доброжелательный. И люди, которые там госпитализированы, они улыбаются и шутят. Так что, я думаю, что больше оптимизма, когда они принимают эту ситуацию, больше оптимизма. У нас вообще традиция есть в программе. Это гости, которые в студии, задают вопрос следующим участникам. И вот в прошлой программе была гостья Ирина Ускова, и она озвучила вопрос следующим образом. Так как она была автором, она с позиции автора писала. Помогла ли книга людям? Получили ли реальные отзывы? И вообще помогла ли книга вам? Потому что для любого автора важно почувствовать, что книга принесла пользу. Книга полезная однозначно. Вы знаете, для меня, как для доктора, она помогла вспомнить каждого пациента. Я даже, читая, вспоминала фамилии, истории. Как-то более сердечно вернуться и прочувствовать эту ситуацию. Ну и ещё в чём польза автор и врач. Она очень, вот этот вот процесс помощи пациентам, она очень правильно описывает. И то, что в книге описывается вот эта помощь настолько грамотно оформленная, у нас такого, к сожалению, нет. То есть чтобы специальные доктора могли приехать на дом, поговорить именно с родственниками, с человеком, который умирает, помочь, провести там полдня. Такой службы нет. Она может быть, она должна быть, но она не сформирована. И вот хотелось бы, чтобы в этом направлении, в паллиативной именно помощи у нас в городе развивалась медицина. Потому что человек, который уже не может получить настоящего лечения, он оказывается в такой ситуации, что от него отказались все больницы. Онкологический диспансер, он принимает тех, кого может лечить. Другие терапевтические стационары, они не знают, как помочь таким тяжёлым пациентам. И от них все отказываются, и они находятся дома. Или единственное, куда они могут попасть, это хоспис, где количество мест крайне ограничено. И поэтому я считаю, что это направление паллиативной помощи, то есть симптоматического лечения, конечно, нужно развивать. Вот эта книга натолкнула меня на эту мысль. Вернула, вернее сказать, к этой мысли. Лен, спасибо большое за вот такой развернутый ответ. А теперь ваш вопрос будет следующему гостю. Любой. Любой, да. Это не обязательно может быть связано с книгой. Вот у нас было вообще такие вопросы, почему вы носите красный цвет. Поэтому действительно любые вопросы. Вот самый первый, он, наверное, самый важный. Что для вас самое важное и главное в жизни? Спасибо большое. Сегодня мы познакомились с книгой Кэтрин Мэнникс «Как мы умираем». Жизнь бесценна и, возможно, больше всего ценится в момент, когда мы размышляем о смерти. Говорите слова любви и благодарности при жизни. С вами были Ксения Шамова и Елена Данилович в программе «Да». Да.